Последний перед торжественной церемонией закрытия всероссийского финала проекта мини-футбол школы и перед награждением победителей в этот день была самая захватывающая, самая интригующая игра, потому что на паркету УСК Подмосковья вышли старшие из юношей, школьники выпускных классов, 17-летние футболисты. Финальный матч возрастной категории 2001-2002 годов рождения получился не просто острым. Он на протяжении двух-пятнадцати минуток шел с переменным успехом и завершился просто фантастически. На паркету УСК Подмосковья вышли команды из двух регионов. Из Норильска они в красном, кстати, по результатам прошлых сезонов сильнейший в мини-футболе регион. А против них играли, можно сказать, новички на этих состязаниях, ребята из Ненецкого округа, из поселка Искатели. Мы попросили прокомментировать эту финальную игру члены исполкома Ассоциации мини-футбола России, президента Федерации мини-футбола Ставропольского края Александра Лацинникова. Сейчас вот играет команда Норильска и поселка Искатели Ненецкого округа. Это поселок, в котором, по-моему, всего 5 тысяч зрителей. Команда пробилась в финал. Это говорит, что там серьезно учителя физкультуры занимаются данным видом спорта, развивают его. И налицо видны успехи. Команда из маленького поселка, где, в принципе, кроме мини-футбола и заняться-то нечем. Но они в финале сегодня борются с Норильском. А Норильск считается вообще-то мини-футбольной державой нашего российского мини-футбола. Они играют в Суперлиге, у них команда играет. Так что для ребят из поселка Искатели это большой почет. И я думаю, что у них большой шанс сегодня победить в этом матче. Действительно, игра получилась не просто острой. В ней был для обеих команд момент, когда зеленым ребятам из Ненецкого округа чуть было не улыбнулось спортивное счастье. Гол с ноги их нападающего влетел в ворота, и весь стадион просто взорвался. Этот гол мог принести сначала ничью, а потом бы серию пенальти, которые бы и решили, кто победитель. А пенальти, как известно, это уже почти лотерея. Но влетевший гол оказался через секунду. Представляете, через секунду после окончания игрового времени. И ребята из Норильска теперь уже чемпионы были просто вне себя от счастья. Очень было трудно, эмоционально. Было трудно. Команда казалась немного слабее, как мы думали, но показали хороший бой в финале. Было очень трудно играть. Очень сильно рады победе. Получилось победить, но не получилось сыграть так, как было на установке. Будем говорить так. Сыграли, конечно, не самую лучшую игру, но сыграли, выстояли, молодцы. Ребята отдали все силы. Это даже видно. Просто молодцы. Конечно же, огромные слова благодарности всем организаторам, которые сделали этот по-настоящему праздник футбола. В первую очередь для детей и, конечно же, для всей спортивной общественности нашей страны. Это еще и стимул для педагогов, для преподавателей физкультуры, которые должны видеть и должны стараться делать все возможное, чтобы ребята увлекались этим видом спорта. Потому что у нас футбольная держава. Мы только что провели замечательный, лучший чемпионат мира по футболу. Вот с таких ребят вырастают настоящие чемпионы, настоящие победители. И мы этим, конечно же, гордимся. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».